Курс лекций по дисциплине ландшафтная архитектура Раздел 3. Объемно-пространственная структура объектов ландшафтной архитектуры Организация пространственной структуры – это сложный процесс совокупного решения биолого-экологических, функциональных и эстетических задач. Объемно-пространственная структура – это спланированный целостный участок культурного ландшафта, в котором грамотно объединены элементы природного и рукотворного происхождения. Архитекторы-дизайнеры, организуя открытые пространства, оперируют природным материалом, который постоянно изменяется. Гармония человека и ландшафта может быть достигнута, если архитекторы-дизайнеры опираются на знания, исходя в своем творческом поиске из ландшафтной ситуации, выявляя и подчеркивая ее лучшие качества. Включая в этот процесс особенности планировки, пространственное размещение деревьев и кустарников, видовой состав, количество растений. Цель и задачи занятия Цель лекции – ознакомиться с объемно-пространственной структурой объектов ландшафтной архитектуры, типами пространственных структур, парковых территорий, характеристикой открытых и закрытых пространств, композицией открытых пространств, полян и партеров. Задача лекции – познакомиться с опытом создания садов и парков, уметь студентам применять творческие методы современного ландшафтного проектирования. Ориентироваться в организации пространственной структуры, так как это сложный процесс совокупного решения биолого-экологических, функциональных и эстетических задач. Освоение компонентов естественных ландшафтов и искусственных сооружений при создании полноценной среды для отдыха человека. План лекции Типы пространственной структуры Композиции открытых пространств различных типов Роль растительности на открытых пространствах объекта Соотношение типов пространственной структуры Изучение исторического опыта создания садов и парков предопределяет сам творческий метод современного ландшафтного проектирования. Такой метод опирается на экологические свойства осваиваемого объекта. Подходит к его оценке с позиции трех пространственных категорий. Пространство, собственная территория Поверхность земли Компоненты на равнинных формах рельефа Объемные компоненты Насаждения, сооружения Объемно выраженный рельеф Комплекс этих категорий и определяет объемы пространственной структуры объектов ландшафтной архитектуры. Наиболее ярко выражен этот комплекс на больших территориях и прежде всего парках. Организация пространственной структуры Есть сложный процесс совокупного решения биолого-экологических, функциональных и эстетических задач. Такая организация включает освоение компонентов естественного ландшафта, искусственных сооружений, что должно способствовать созданию здоровой эстетической и функциональной полноценной среды для отдыха человека. Вместе с этим организация пространства содержит противоречивое единство двух основных моментов. Ограничение частей пространства Создание единого целого Выразительность организованного пространства, возникающая в результате разрешения этого противоречия, является начальным художественным качеством в ландшафтном проектировании. Рельеф водной ресурсы, зеленые насаждения, сооружения формируют пространство, объекты, и вместе с рельефом водными ресурсами образуют его макроструктуру, общий костяк со своими территориальными единицами. В парках этого ландшафта планировочные районы и подчиненные им участки, выделы. В качестве основного классификационного признака объема пространственной структуры принимается тип пространственной структуры, определяемый сомкнутостью полога древесных насаждений, густотой и характером их размещения. По типам пространственной структуры территория объектов подразделяет на закрытые, полуоткрытые и открытые. Закрытые типы пространственной структуры представлены насаждениями, исключающими или ограничивающими визуальные связи, создающими определенные психофизиологические воздействия на человека, благодаря замкнутости и верхнему пологу, закрывающему небо и защищающему от солнечных лучей. В парках регулярной композиционной планировки закрытые пространства представлены в основном плотными древесными баскетами. В парках пейзажной композиции – древесными массивами и рощами, характеризуемыми сомкнутостью полога и в зависимости от длины крон верхнего яруста и густоты насаждений в нижних ярусах – горизонтальной сомкнутости и вертикальной сомкнутости. При ландшафтном проектировании следует учитывать, что закрытые пространства играют важную роль в формировании крупных парков. Внутренняя среда массива обычно имеет нейтральный характер, служит своеобразной паузой восприятия парковых пейзажей, переуроченных к полянам и водоемам. Внутри массивов рекомендуется организовывать площадки коротковременного отдыха со скамьями и другими малыми архитектурными формами. В насаждениях массива фермаршрута следует выделять акценты – отдельные крупные или особо интересные экземпляры – деревьев, кустарников, пятна декоративных травянистых растений, световые окна, а в ряде случаев единично – устанавливать скульптуру. Следует учитывать, что закрытые пространства обладают различными изолирующими свойствами. Например, участки с горизонтальной сомкнутостью просматриваются достаточно глубоко. Массив таких насаждений, даже при ширине 100 метров, не дает полной изоляции, возможно усилить изолирующую функцию массива опушкой из низких деревьев с ее ориентированием на юг и дополнительным введением повоз из кустарника, при этом структура сохранится. Это позволит развить деревьям низкоопущенные кроны. Участки с вертикальной сомкнутостью при правильном подборе древесных видов и их размещении могут обеспечить полную изоляцию и при незначительной ширине. При изучении природных мотивов наибольший интерес в закрытых пространствах представляют естественные лесные массивы, разнообразные по характеру и несущие определенную эстетическую нагрузку. Выразительность их облика определяется породным составом насаждений, возрастом деревостоя, его пространственной структурой, богатством напоечного покрова. Эстетические достоинства естественных лесных пейзажей раскрываются не с какой-либо одной точки, а в процессе его восприятия при движении по маршруту. Большое значение имеют типы леса. Эстетические достоинства типов леса определяются их образной завершенностью, ярким проявлением связи внешних форм с условием места обитания, тем, что формулируется как единство форм и содержания. Чем ярче выражено это единство, тем очевиднее эстетическая ценность леса. Такие формации естественных лесов являются эталонами для формирования образа леса при создании больших городских парков. Важной особенностью является выявление породного состава типов лесных массивов в насаждениях. Необходимо иметь в виду следующие типы. Темнохвойные типы массивов леса. Отличаются сильным затенением, пониженной температурой, повышенной влажностью воздуха. Они часто производят мрачное впечатление. Такие массивы из ели, пихты, кедра, отличаются темным колоритом, контрастирующим с полянами, водоемами, световыми пятнами берез и ив. Светово-хвойные типы массивов леса создают светлое, жизнерадостное настроение благодаря ажурности крон. Сравнительно редкому стоянию деревьев и смолистому аромату прогретого воздуха. Шароколиственные типы массивов леса. Характеризуются большим разнообразием состава и сложной структурой. Они распространены в южной части лесной зоны и северной части лесостепной зоны. Лучшими представителями широколиственных лесов добравы с постоянными их спутниками, липой и кленом. Мелоколиственные типы массивов леса не столь разнообразны по составу и просты по своему структуре. Березовые рочи – наиболее привлекательный тип. Полуоткрытые типы пространственной структуры имеют сомкнутость полога 0,5-0,2 и подразделяются на участки с групповыми или равномерным размещением деревьев. Включение довольно широкого диапазона показателей по сомкнутости полога заставляет выделить отдельные участки с большей густотой насаждений, полузакрытые и меньшей, их называют рединами. Полуоткрытые типы пространства, в отличие от закрытых, обладают более глубокой просматриваемостью, большими визуальными связями с примыкающими участками, более проработанной пространственной структурой. Полуоткрытые типы пространства играют самостоятельную роль в структуре и формировании образа парка. В них ярче проявляются декоративные достоинства отдельно стоящих деревьев и групп. Повышается требование к качеству травяного покрова. Это живописные рощи, дубовые, бирюзовые, липовые, и воспринимаются и кроны деревьев, и их стволы, и земля, из которой они произрастают. Полуоткрытые пространства пронизаны солнцем и дают выразительные светотеневые эффекты. При проектировании следует учитывать, что полуоткрытые пространства в виде рединных участков обеспечивают затенение и при этом создают возможность более глубокой просматриваемости пейзажа. Такие пространства представляют большой интерес для парков южных широт, где жаркий климат требует защиты от солнца и ограничивается возможностью создания открытых полян. Полуоткрытые пространства условно изолируют одно пространство от другого и могут визуально связывать их. Внутренняя организация полуоткрытых пространств подчиняется правилам формирования древесно-кустарниковых групп и обеспечения пейзажного образа. Открытые типы пространственной структуры представлены всеми видами площадей, не занятых плотными насаждениями и сооружениями. Сюда включаются поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, плоскостные спортивные сооружения, водоемы. Включение дорог в тот или иной тип пространственной структуры зависит от того, насколько пространство решено самостоятельно и как подчинено окружению. Форма, размер и характер открытого пространства определяются его обрамлением, окружающими насаждениями, а также откосами, рельефа и сооружениями. Открытые типы пространственной структуры Пространства по отношению к посетителю объекта могут быть замкнутыми, обращенными, сквозными, угловыми, раскрытыми. Замкнутые пространства окружены со всех сторон объемными элементами, наблюдатель видит только их. Обращенные пространства имеют обрамление, которое ориентирует посетителя в одном, двух или трех направлениях. При этом пространства, обращенные в две противоположные друг другу стороны, называются сквозными, а в две смежные – угловыми. Изучение опыта создания парков показывает, что распространенные поляны, перетекающие как бы одна в другую, представляют собой комплекс обращенных пространств. Наиболее линейным размером замкнутого пространства составляет 200 метров, по теории Кохна. Раскрытые пространства не имеют ограничений по всем направлениям восприятия человека, находящегося в парке. Ощущение раскрытности пространства наблюдается, если его линейные размеры превышают 200 метров, при высоте ограничивающих элементов 10-15 метров. Исследователи ландшафтного искусства обращают особое внимание на соотношение обрамления или зрительного барьера N и ширину пространства D. При соотношении N и D 1 к 1 пространство воспринимается как тесное и замкнутое по вертикали. Находясь у границы пространства и не поднимая головы, человек видит только половину противоположного зрительного барьера. При соотношении 1 к 2 пространство производит впечатление замкнутого по вертикали. Противоположный зрительный барьер воспринимается целиком, но без неба. При соотношении 1 к 3 в поле зрения попадает небо, и пространство воспринимается хотя и замкнутым, но более свободным. Освобождение от зрительной замкнутости достигается при соотношении 1 к 6. Представленные виды и размеры открытых пространств имеют целый ряд модификаций, определяемых их ориентацией по сторонам света, формой, характерам обрамления и могут рассматриваться как своеобразный алфавит, на основе которого складывается пространственный язык, создание объекта, мандшафтной архитектуры. Композиции открытых пространств различных типов Открытые пространства являются одним из наиболее важных структурных элементов парков. Изучение исторического опыта говорит о том, что в парках регулярные композиции и планировки – это прежде всего партеры, пейзажные композиции и планировки, поляны, лужайки. Партер – это декоративная композиция, расположенная на горизонтальной плоскости земли, выполняемая из растений, инертных материалов и воды. В качестве растительного материала используется травянистый покров, низкопостригаемых кустарников. Инертным материалом служат песок, уголь, питое стекло, толченый кирпич, черепица. В композицию партеров включаются бассейны, фонтаны, скульптуры, вазы, кадочные растения и фигурно сформированные путем стрижки растения. Наибольшего расцвета партеры достигли в регулярных парках XVII века. Они устанавливались перед дворцовыми зданиями с таким расчетом, чтобы их рисунок можно было прочесть из окон или из террас. Рисунок партеров был сложным и состоял из различных мотивов и наглосочетаний с геометрическим орнаментом. В классических партерах рисунок равномерно заполнял всю плоскость. Контур партера обрамлялся рабатками, которые служили его ограждением, местом для линейного размещения скульптуры и кадочных растений. Со временем рисунок партеров все более упрощался. В XX веке появились ковровые цветники, выполняемые в виде сплошного рисунка из ледников и ковровых растений, вписанных в геометрические формы – круг, квадрат, прямоугольник. Газонные пространства используются в сочетании с живописными группами цветковых растений. В настоящее время рисунок партеров, как правило, выполняется на фоне газона. Это орнаментальные цветники, арабески, а также пестрые цветные рабатки, обрамляющие контур газона. В современных парках газонные партеры встречаются чаще, чем рисунчатые. Поляны и лужайки Поляна – это небольшая равнинная территория, лук на опушке или прогалина в лесу. Лужайка – это безлесная равнинная территория. Открытые пространства лугов, полян, лужаек являются планировочными и композиционными узлами парков. Они позволяют формировать пейзажные картины с участием древесно-кустарниковых групп и водоемов. Их зеленые плоскости включаются в поле картины в качестве переднего плана или фона и создают необходимый фронт восприятия пейзажей. Поляны являются не только местом их построения и образа, но и используются как место отдыха. Здесь часто размещаются благоустройственные площадки со спортивным оборудованием. Они служат местом для проведения массовых праздников, театральных представлений, подвижных игр, используются как зеленые пляжи. Такие поляны могут быть и буферными зонами, принимающие на себя большую часть реаграционных нагрузок. При проектировании следует учитывать, что ценной чертой открытых пространств – полян, лугов, лужаек – являются возможностью обеспечения динамичности смен пейзажных картин. По конфигурации поляны могут быть простыми или же по-другому – замкнутыми. Все пространство простых полян возможно увидеть с одной видовой точки, расположенной в любом их месте, или с любой точки паркового маршрута. По форме простые поляны подразделяются на округлые и вытянутые. Сложными или перетекающими, с изрезанными контурами Выступы и запады, образованные насаждениями в опушке, формируют композиционное интересное пространство поляны, которое нельзя охватить взглядом с одной точки. Тем самым создается иллюзия пространства, значительное по величине уходящего за пределы восприятия и порвбуждающего к его дальнейшему изучению. Насаждения, как бы выходящие на поляну, являются обрамляющими кулисами и создают множество пейзажных картин. Анфиладные поляны Анфиладные поляны – это серия простых, компактных полян, нанизанных на единую линию маршрута. Такие поляны разделены между собой кулисами, участками парковой растительности, близко подходящими к дорожке и образующими визуальную изоляцию между отдельными полянами. Размеры полян определяются прежде всего территориальными возможностями парка. Поляны могут занимать десятки гектаров – это обширные луговые пространства в больших парках и лесопарках. Однако их площадь иногда составляет лишь десятки квадратных метров, например, медиатюрные лужаки в городских садах, скверах. Размер поляны надо выбрать так, чтобы он согласовывался с высотой окружающих насаждений и с размерами строений. Как правило, эти условия определяют традиционными размерами полян в 1, 1,5-2 гектара, ставшие классическими в исторических парках. Поляны-партеры. Такие поляны проектируются перед дворцовыми сооружениями. Они имеют ширину, соответствующую ширине здания, а длина определяется их взаимосвязью с парковым окружением. Размеры полян регламентируются также требованиями микроклимата, направленностью на создание благоприятных, комфортных условий для человека, обеспечения как затененными участками, так и достаточно освещенными и прогреваемыми солнцем. Летом это затененные участки у опушек северных экспозиций, а весной и осенью, освещенные солнцем и защищенные от неблагоприятных северных уствитров, участки южных экспозиций. Опушка и ее роль при формировании полян. При проектировании следует учитывать, что она занимает важное место в композициях поляны. Опушка для растений может создавать нейтральный или активный фон пейзажа. Например, опушка леса и от края леса, переходная полоса, экатон. Между лесом из всех составляющих его ярусов, лесной растительности и смежным типом растительности, лугом, болотом. По рисунку контура опушки бывают однородными, барельефными и горельефными. В однородной опушке насаждение образует плоскую стену, которая является фоном для древесно-кустарниковых групп, читающихся на этом фоне как объемная скульптура. В барельефной опушке отдельная группа растений несколько выступает из основного контура, не отрываясь от массива. В барельефной опушке группы насаждений сильно выдвинуты вперед, но не отделяются от основного массива. По структуре опушки могут быть Плотные структуры, когда их насаждение имеет четкий контур и образует сплошную стену. И рыхлые структуры, когда граница между массивом и открытым пространством слабо различима, благодаря свободно размещенным группам и отдельным деревьям. В формировании пейзажей в парках особенно важны те отрезки опушки, поляны, которые включены в створ видовых лучей и являются фоном картины. При проектировании большую роль играет ориентация поляны по сторонам света, ее размеры и конфигурация, что и определяет характер освещенности. Так, неширокие поляны в 2-3 высоты опушки, вытянутые в меридиальном направлении, будут освещены солнцем в середине дня, а утром и вечером их поверхность окажется затененная. При широтной ориентации значительная часть полян будет затенена днем, а их западная и восточная опушки получат соответственно утреннее и вечернее освещение, хорошо моделирующие структуру насаждений. Следует учитывать, что поверхность газонов и опушки полян по-разному освещены в течение дня. С солнечным освещением выделяются те или иные акценты пейзажа парка. Роль растительности на открытых пространствах объекта При проектировании следует учитывать, что отдельно стоящие деревья, древесно-кустарниковые группы, сооружения и скульптура являются композиционными компонентами полян. Формирующими их пространство. В зависимости от их размещения, поляны приобретают различную объемно-пространственную структуру. Расположенные на открытом пространстве поляны и лужаек, эти компоненты создают серию картин, воспринимающихся динамически в процессе движения и эстетически с одной точки. При проектировании растительных состав поляны, ее травяной покров и древесные насаждения следует подбирать в соответствии с экологическими свойствами местности, функциональным назначением и художественным замыслом объекта. Так, поймы рек более пригодны для лугов. Обширные открытые пространства также трактуются как луговые. Их травяной покров включает растительные сообщества, соответствующие условия мест обитания и обогащенные цветущими видами местной флоры. С включением садовых видовых форм, усиливающих картину цветущего луга и удлиняющих срок его декоративного эффекта. Цветущий луг определяет характер участка, пространство и состав древесных растей. Это прежде всего виды, соответствующие условиям данного места обитания, физиономически вписывающегося в его облик. Так, в зависимости от места обитания и условий произрастания, выделяют следующие виды растений. На пойменных лугах это береза пушистая, ивы, ольха серая и черная, тополь белый и черный. На суходолах береза повисывая, дуб, клён, липа, вяз, сосна, возможно применение ели. Экзоты возятся с большой осторожностью. На однородном зелёном плотном ковре газона группы и отдельные деревья выступают более рельефно. Такие участки носят явно парковый характер, определившийся многолетней традицией их формирования. Ассортимент древесных растений здесь более широкий, включающий и местные виды, и экзоты, и их сочетания. Подбор видового состава древесно-кустарниковых и травянистых растений является самостоятельной задачей в решении парка. Соотношение типов пространственной структуры Участки из открытых, полуоткрытых и открытых пространств по своим размерам и общей площади, а также размещению в структуре парка, определенным образом соотносятся друг с другом. Это соотношение определяется требованиями психофизиологического комфортности среды для человека. Решение задач по созданию благоприятного микроклимата парковой среды зависит от климата районов, в котором организуется парк. Так, в южных районах необходима защита от солнца и летнего зноя, поэтому здесь предпочтение отдается закрытым пространствам насаждений, создающим тень и прохладу. Площадь открытых пространств незначительна. Они, как правило, невелики, посетительное боя привлекает их затененная часть, а пушка формируется рыхлой, продуваемой, способной обеспечить необходимую аэрацию и таким образом избежать застоя перегретого воздуха. В северных районах, наоборот, предпочтительные участки, освещенные солнцем и защищенные от неблагоприятных северных ветров, поэтому здесь значительную часть, а иногда и большую, занимают открытые пространства полян, более прогреваемые, чем массивы насаждений. В северной, а также в северно-западной частях поляны имеют плотную опушку, защищая от холодных ветров. Психологический комфорт парковой среды определяется различным воздействием пространственной психики у человека. Организованное пространство обладает большей силой эмоционального воздействия. Оно может вызвать сложную гамму чувств и по своему характеру повеиваться в бесконечных пределах, от градиозных до камерных, от светлых до темных, от стремительных и динамичных до почти застывших, неподвижных. Не случайно классификация парковых ландшафтов время от времени опиралась на психологию их восприятия. В ландшафтном проектировании главной задачей является создание эстетически организованного пространства, несущего определенное настроение, имеющего свой образ. Эмоциональная ценность от объекта ландшафтной архитектуры, парка, сада, сквера, определяется прежде всего его пространственной организацией. Различные по структуре пространства вызывают разные эмоции. Так, плотные древесные массивы, ощущение замкнутости и желание выйти на открытое пространство луга, пруда, озера. Такой переход всегда воспринимается положительно, поэтому необходимо благоприятные чередования открытых, полуоткрытых и закрытых пространств, обеспечивающих необходимую для человека смену впечатлений. Это первый этап пространства организации парка. В процессе формирования художественного образа объекта используются разнообразные приемы и средства ландшафтной композиции. Закономерное соотношение открытых, полуоткрытых и закрытых пространств в любых объектах ландшафтной архитектуры и их отдельных районах должно образовывать динамичную и выразительную основу пространственной композиции в целом. Организованное пространство оказывает гораздо большее эмоциональное воздействие на человека, вызывая яркую и сложную гамму чувств. Данная лекция подошла к концу. На экране вы можете видеть вопросы для самоконтроля, а также литературу. Продолжение следует...